Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. В понедельник утром в дежурную службу МЧС по номеру 101 от жильцов поступило сообщение о ЧП в пятиэтажном доме на улице Надеждинской, когда спасатели приехали на место вызова из окон квартиры на втором этаже шел дым. Бойцам МЧС удалось оперативно побороть стихию. Оказалось, что пламя вспыхнуло в одной из комнат по причине неосторожного обращения с огнем при курении в нетрезвом состоянии 45-летней хозяйкой. К счастью, обошлось без жертв. Но цифры статистики неумолимы. 90% погибших на пожарах находились в нетрезвом состоянии и курили в постели. Спасательная операция развернулась в самом центре Минска во вторник. Напротив Троицкого предместья возле Дворца Спорта под лед провалились двое мужчин. Около 10 утра приятели 1985 и 1977 года рождения решили сократить путь и пошли по свислочи. Однако лед оказался некрепким и примерно в 100 метрах от берега мужчины провалились в промойну. Глубина в этом месте около 3 метров. Работники МЧС и освода с помощью веревки и доски спасли тонущих и передали медикам. Известно, что потерпевшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Забегая вперед, скажу, что еще одного мужчину, провалившегося под лед на реке Свислочной минувшей недели, спасти, к сожалению, не удалось. Поздним вечером в четверг работники МЧС вытянули его из воды в бессознательном состоянии. Даже экстренная реанимация не помогла. Только с начала года в республике на льду погибли 9 человек. Из них двое несовершеннолетние. Шесть человек – это рыбаки. И еще трое переходили в водоем или играли на льду. А вот 26 человекам повезло. Они были спасены. МЧС напоминает, выходить на тонкий лед небезопасно. Из-за морозной погоды интенсивное таяние прекратилось. Но опасные места, промойны, может припорошить снегом. Сразу несколько столичных автовладельцев лишились во вторник своих машин. Утром на улице Короля вспыхнул Форд Фокус. Оперативное действие пожарных позволили спасти соседние машины. И тем не менее огонь успел повредить стоявшее рядом Сиат Ибица и Volkswagen Golf. Сам же Форд выгорел полностью. Ближе к полуночи на улице Колесникова пожарные тушили вспыхнувший Пежо. Как и в первом случае, пламя успело повредить стоявшее рядом Volkswagen. Оба транспортных средства получили серьезное повреждение. Вероятной причиной загорания авто стало короткое замыкание электропроводки. Только с начала года столичные спасатели потушили 28 машин. Из них 26 загорелись по причине короткого замыкания. МЧС призывает всех автовладельцев своевременно обслуживать и правильно эксплуатировать свои машины. Делать это только на лицензированных СТО. Минск чрезвычайный. В среду поздно ночью минским спасателям поступило сообщение о возгорании одноэтажного двухквартирного частного жилого дома на улице Максима Танка, недалеко от торгового центра Корона. К прибытию спасателей дом был полностью охвачен пламенем. Все жильцы успели покинуть, квартиры не пострадали. А вот жилище оперативно прибывшим огнеборцам спасти не удалось. Дом непригоден для проживания. По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за неправильной эксплуатации печного оборудования в одной из квартир. Чтобы не стать погорельцем и уберечь дом от пожара, соблюдайте правила безопасности при эксплуатации печного оборудования. В четверг около двух ночи в пятиэтажке на улице Седых загорелась однокомнатная квартира. К счастью, никто не пострадал. Однако хозяевам придется делать ремонт. Огонь уничтожил диван, телевизор и другое имущество. Предполагается, что возгорание произошло из-за неисправного удлинителя. Напомню, по статистике причиной каждого шестого пожара является нарушение правил пользования электрическими приборами. МЧС напоминает, ни в коем случае не следует оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы. А с целью предупреждения пожара в жилом фонде и гибели людей от них, в феврале в республике проходит акция «Безопасность в каждый дом», в рамках которой работники МЧС выступают в трудовых коллективах, рассказывая в том числе и о том, как не допустить пожара в жилье и как правильно действовать в случае ЧС. Закончилась же неделя без происшествий. Ни в субботу, ни в воскресенье серьезных по своим последствиям ЧП в городе не зафиксировано. О происшествиях сегодня все. До встречи через неделю. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.